всем здравствуйте всем отличные пятницы напоминаю что в разделе сообщества ссылка есть под этим роликом есть анонс на пятничные лиц консультации кому интересны будут тему может сюда перейти посмотреть и записаться на мы сегодня с вами будем смотреть короткий расклад камешки голубой красный зеленый позиции видите тайм-коды есть в описании кому нужно время ставить на паузу выбираете и когда я начну будете смотреть тема нашего расклада сегодня будет что в настоящее время блокирует вашу восприимчивость к счастью и богатство сейчас такой период достаточно интересный открывается очень много возможностей именно у меня такое сейчас чувство возникает что мир делится как будто бы на несколько уровней да то есть есть люди которые продолжают жить как-то вот в старом своем мире восприимчивости да вот на уровне необходимых потребностей да там еда сон работы и так далее а есть уровень людей которые идут прям очень быстро развиваются и эти моменты развития они ускорились и даются в принципе достаточно легче при условии того что уровень осознанности повышается то здесь есть как будто бы люди но я не имею виду на канале а вообще сейчас которые как-то знаете опять же таки таких людей не так много их примерно пять процентов они всегда в таком процентном соотношении которые вот быстро развиваются через осознанность через понимание и растут есть примерно небольшой пласт людей так скажем основной массы которые которые далеки от развития и именно их уровня сейчас это не нужно есть большой пласт между вот этими двумя которые на данном этапе находится в каком-то таком хаосе в неком сумасшествие непонимания да это как в анекдоте сидит обезьяна и не знает что выбрать потери красивым либо комнат вот это вот большой пласт хаотичной энергии когда люди не совсем понимают да нужно ли мне идти до в развитие либо оставаться и как-то спускаться на уровень ниже то есть не совсем понимание что происходит вот и поэтому чаще всего мы видим какую такую разношерстную публику разношерстные энергии вот это прям очень такой большой пласт к чему я это все сказала к тому что к нашему раскладу да что в настоящее время блокирует ваша восприимчивость ключевое слово восприимчивость да то есть что может поменять что может поспособствовать нам подняться в ступеньки развития на данный момент то есть предпосылки есть а вот как будто бы навыка умение нету и причина заключается вот именно восприимчивости то есть увидеть какой-то сценарий который нас ограничивает и с ним поработать так мне кажется время было достаточно смотрим позиция номер один голубенький камешек сюда голубенький камешек да что что блокирует вашу восприимчивость к счастью и богатству что блокирует что блокирует на данный момент блокирует усталость усталость от самой от самих себя до от самого себя поставлю больше карты таски не буду а десятка мечей говорит о том что очень много старых каких-то прежних убеждения виде мечей которые мы видим да вот внутрь в позвоночник самого человека в тело самого человека который его убила то есть по сути здесь не одно какое-то убеждение а здесь будет так скажем некая цепь убеждений которые привели вас к тому что на данный момент человек вообще не готов воспринимать несчастье ничего не богатство то есть сейчас бы хочется сказать выжить но на самом деле плюс этого аркана заключается в том что сейчас какой-то вот переходный этап то есть так или иначе вы как будто бы дошли до самого дна своего и начнется следующий этап осознанности когда вы трезво будете смотреть на какую-то ситуацию то есть далее начнется либо сейчас уже начался этап очищения когда вы очищаете свое сознание потому что вы понимаете что но не работает уже вот эти вот паттерны не работают эти сценарии не работают эти убеждения да то есть но не так я раньше в это верил сейчас смотрю но не вписывается то во что я верю в нынешнюю жизнь давайте посмотрим все же что это за то есть мы говорим да к счастью богатство богатство и к счастью да то есть две королевы пендакли и жезл то есть на данном этапе вы как будто бы находитесь на переходном так скажем на пароме на пароме который переведет вас от одного берега к другому но какие все таки есть убеждения до которые надо пересмотреть да здесь я вопрос не в убеждениях а здесь вопрос в том что нужно придумать какую-то новую парадигму вашего дальнейшего существования то есть как вы мыслите допустим раньше вы опирались я не знаю исключительно на свой опыт потом в контексте развития стали опираться больше на коммуникацию на общение далее вы понимаете что общение это уже допустим там нет не самая идеальная парадигма вот если бы были деньги если была бы силой если бы были там не знаю власть дату тогда бы проще было отстаивать свои границы и так далее то есть все зависит от уровня нашего развития то есть здесь нужно понять что вот на том уровне которым вы находились а это уже не работает и нужно перейти уже к другой парадигме что это значит как как это объяснить не знаю как это объяснить здесь просто энергия такая что если допустим раньше как-то что-то вы делали потому что кто-то вам рекомендовал либо как-то советовала вы к этому прислушивались на к примеру то сейчас наступил такой момент когда вы получаете информацию о том что в вашей жизни необходимо быть более осознанным да и это абсолютно разные подходы вы понимаете что вот надо изучать что такое осознанность как ей пользоваться зачем она вообще мне нужно в чем ее плюсы то есть одно дело когда мы как-то живем как маленькие дети которые живут со своими родителями и родители за них ответственные куда они их поведут как они их оденут так и ребенок и живет а тут вдруг неожиданно получилось так что вы повзрослели и нужно уже жить по-другому а как это уметь выбирать а как это нести ответственность да то есть это абсолютно иная парадигма поэтому несложно ее здесь описать словесно потому что по энергии это вот прям ну два больших ну слишком большой разрыв в понятиях то есть допустим раньше человек считал что если я с кем-то не согласен да то пати то проще пойти набить ему морду и все и там другой человек примет вашу точку зрения то сейчас вы уже понимаете что блин ну мне уже там я не знаю мне не 17 не 18 лет когда силой все решается надо уже использовать там например силу слова да вы уже стараетесь как-то через убеждение через коммуникацию идете дальше и понимаете что блин и уже даже и словесно не уже никто не понимает до силы не понимая словесно не понимает она как-то по-другому воздействовать на человека да и вдруг вы получаете допустим там информацию что уже открылась какая-то для вас новая наука о том что можно воздействовать человека до путем своей осознанности путем мысли плетем преображение там пространство и вот это вот по сравнению с тем что раньше вы били морду условно говоря сейчас влияете на пространство своим сознанием это кардинально другой подход и вас он начинает интересовать то есть вы понимаете что можно воздействовать на то что я хочу до путем своего сознания и тем самым притягивать свою жизнь счастье и богатство то есть вот здесь другу другой подход я не могу объяснить но здесь абсолютно другие энергии да то есть одно дело когда это низкочастотные энергии а другое дело когда это знаете ну то есть проще говоря одно дело когда человек сидит и но это ему скучно и нечем заняться и ничего его не радует да это одна энергия а другая другое дело когда человек вот все видит вокруг себя его все восхищает он благодарен а он наполняется энергией ему это хочется попробовать и это и все ему интересно и глаза горят это другая энергия вы понимаете разницу да одна какая-то холодная а другая огненная достаточно да вот как это объяснить словами я не знаю но здесь нужна другая энергия вот какая энергия вам сейчас нужно но вот аркан силы энергия энергия которая будет в первую очередь вас наполнять на это точно это огненная энергия это солнечная энергия это позитивная энергия это энергия победителей людей которые преодолевают себя это энергия людей у которых есть сила воли здесь однозначно человек уже учится управлять своими вот этими инстинктами учатся не идти у них на поводу учатся украшать себя то есть свои собственные страхи тот уровень когда человек вот я не случайно говорила про созданную ждать тот тот уровень когда я могу воздействовать своим сознанием на самого себя в первую очередь то есть я не подавляю допустим свои страхи а я их преображаю вот каким образом вот этого как раз к новую року и новая парадигма как я могу преображать то есть как я могу трансформировать пространство вокруг себя как я могу трансформировать себя саму то есть не фокусироваться уже допустим на том что я не хочу а воссоздавать что-то новое то к чему у меня лежит душа вот каким образом как это сделать как я могу повлиять на ту реальность которая меня окружает через внутреннее преображение здесь такие достаточно высокие энергии вы можете это не осознавать но вы это ощущаете на на уровне прилива энергии на прилив здесь идет прилив силы здесь как минимум люди которые хотят двигаться до хотят двигаться хотят что-то делать обычно это знаете когда человек создают какую-то движуху вот он и доходит и туда но здесь нету суеты здесь есть какая-то такая мотивация энергия того что вот всех организую всем дам цельные указания как что сделать туда сходи здесь проверить но это все идет с удовольствием это все идет в кайф это вас наполняет в первую очередь то есть вот это вот движуха когда энергия как мы говорим работа кипит здесь жизнь кипит вот какие-то такие энергии вам на данный момент необходимы и чтобы следствием если вы эти энергии запустите внутрь себя но вот видите вы ощущаете себя на коне шестерка жезла всегда это аркан уравновешивания до выравнивания красоты гармонии на это спирать и феррит на древо жизни она говорит о том что здесь человек получает удовлетворение от реализации своих желаний на то есть он не случайно чувствует себя триумфатором победителем то есть причем он так как карты выпали на кого он победил он победил свои собственные инстинкты то есть тут у часть себя в которой отсутствует логика то есть туча себя которая нас запугивает то здесь огромный такой потенциал энергии который одновременно пугает человека но и с другой стороны он какой-то необузданный здесь как некая такая природа самого человека и погружаясь в нее да ты понимаешь ты понимаешь свой потенциал ты понимаешь свои силы здесь колоссальный запас энергии не знаю что произойдет как как это все пробудется но это поможет вам дальнейшем ощутить себя именно на коне что я победитель я что-то внутри себя преодолел что-то переломилась внутри здесь как-то вот вы пришли как будто бы за какую-то грань себя вышли что вам было понятно по энергии это например если человек бежит марафон на ему там осталось там не знаю несколько метров и он понимает что уже не может ну все уже вот 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 все силы все ресурсы использовал и вдруг неожиданно да там у него в памяти всплывает маленькая личка его дочери да которая говорит папа я тебя верю да у тебя получится тут у него открывается второе дыхание да и вот он мотивируясь вот этим воспоминанием до говорит себе вот ради нее я вот прям хоть доползу но я обязательно это сделаю и вот открывается какая-то вот запасной ресурс энергии сил человека и вот он на этом втором дыхании добегает до финиша вот здесь должно произойти что-то такое но это произойдет лишь в том случае когда что-то в вашем сознании изменится просто так вот не получится как бы то есть здесь понимаете здесь такое чувство как когда человек делает какой-то свой ритуал на то чтобы открыть этот потенциал опять же таки ритуалы это не в контексте магии а это условное какое-то как это сказать условная манифестация своих желаний подкрепленных физическом мире одно дело когда мы говорим что все я хочу теперь мыслить по-новому это не о чем это пустословие но когда мы это подкрепляем условно говоря как неким таким ритуалом когда там берем ручку бумажку сосредотачиваемся и пишем договор от того-то там вселенным обещают делай так то так ты вот вы это все прописываете в конце ставите дату ставите там подпись это вот по сути ритуал то есть вы подтверждаете это физическом мире и вы готовы прикладывать усилия вы готовы прикладывать но бы дисциплинирован для того чтобы преодолеть то есть помимо того что вы говорите вы еще как-то в своем сознании сами себе объясняете что вам это надо своему бессознательному что мне это надо вот по зарез как вот прям именно сейчас я готов все для этого сделать здесь вот этот вот ритуал он приводит опять же таки условно я сказала да у каждого это может быть свое то есть иногда эти ритуалы могут быть например как некая такая молитва да когда человек не просто сидит на попе ровно и говорит слова сложив ручки на груди там не знаю встает на колени и искренне начинает говорить каждое слово понимая вникая в то что он говорит о чем он просит и в конце этих слов и искренних у него текут слезы потому что он действительно вложил всю свою душу в эту просьбу да то есть он молится искренне на коленях то есть смирив свою гордыню до колени это у нас психосоматики это гордость именно поэтому детей примерно до пяти лет коленки мягкие них нет вот это вот проявление я нашего эго стоя на колени он начинает молиться начинает искренне говорить каждое слово ощущая не с точки зрения выгоды да что я получу буду услышанным нет потому что любая молитва она нужна нам в первую очередь они адресату которым отправляется но в любом случае здесь вот это вот чувство настолько переполняет и человек понимаешь что у него сознание естественно произошел какой-то сдвиг то есть здесь если вы хотите получать больше денег быть счастливым вам нужен сдвиг по фазе вашей голове каким образом вы это сделаете и я не знаю но факт остается фактом что вы будете удовлетворенным если вы по крайней мере попробуйте это вы почувствуете себя сильнее вы почувствуете себя увереннее это будет наполнять вас это будет вас вдохновлять окрылять на дальнейшее движение ну такой позитивный позитивный вышел здесь расклад что меня очень радует так позиция номер два красненький камешек двоечки смотрим вас на что в настоящее время блокирует вашу восприимчивость к счастью и богатству ваше прошлое какое-то да по королю кубков прошлое сразу будущее и туз мечей да что блокирует секундочку с настроить переключусь с одного расклада на другое что блокирует здесь блок идет на то что вы как будто бы хотите прошлое обновить а здесь вам не нужно что-то в этом прошлом обновлять что нужно разрушить это прошлое то есть что блокирует восприимчивость прошлое который очень сильно влияет на вас ну может быть для кого-то и какой-то человек из вашего прошлого до коль здесь выпал король кубков какой тоже может быть но по каким-то причинам у меня есть такое ощущение что вы как будто бы вот то что для вас было как-то важно значимо в прошлом да но она не сложилась так как вы хотели у вас есть мысль о том что вот а если бы что-то изменить в этом прошлом вот и пошло бы что-то по-другому то возможно тогда бы сложилось то что вы хотели здесь речь идет как раз таки о том что этот прошлое нужно отпустить на то есть там вы уже сделали все что могли по своим возможностям и способностям на том этапе здесь нужно принять решение что вот это вот прошлое оно должно быть разрушена причем разрушена до основания таким образом чтобы она не подлежала восстановлению то есть уходя уходите сжигаете мосты не вспоминаете не сожалеете оставляйте это прошлое позади потому что она имеет какое-то влияние на на ваше будущее ваше отношение именно к счастью и богатство какое у вас есть отношение какое отношение у вас к счастью но увидите аркан влюбленных да вы как будто бы еще не совсем понимать у вас нету четкой такой позиции что значит для вас счастье здесь чтобы счастье это было паркан влюбленных вам нужно что-то принять в себе вот что вам необходимо принять в себе желание дальше двигаться вот я говорю видите опять-таки то есть прошлое да ну вас держит своими воспоминаниями то есть физики вы можете вообще никак не контактировать ни с кем не иметь никакое отношение но где-то на энергетическом уровне есть этот канал есть эта привязка и она не дает вам двигаться дальше то есть вам нужно внутри себя принять желание до включиться в это желание что я хочу я хочу быть счастливым я хочу быть богатым но не на словах а не знаю это должно быть как будто для вас какая-то цель на подкорке где-то на задней части головы постоянно чтобы об этом помнили то есть каждый раз когда вы вспоминаете что-то из прошлого как-то ностальгируете вы должны переключаться смысле о прошлом нам на желание вашего будущего то что я хочу быть счастливым вот вас не отпускает это прошло возможно даже то что вашем понятии есть счастье когда она стучится вам двери вы на него проецируете какие-то свои прошлые воспоминания здесь не обязательно травмы а то и знаете такое ощущение что допустим не знаю был человек вашей жизни которого вы любили и это не обязательно любовная связь между мужчин и женщин возможно там есть на ваша бабушка любимой дали потом кто-то из родителей либо муж любимый да и ушел в мир иной вот эти вот воспоминания о том что появляется допустим вашей жизни другой человек который также может заботиться о вас например как ваша бабушка да либо может любить как ваш даже еще больше ваша умерший муж но из-за того что вот есть вот это вот вера в том что нет вот меня тогда любили больше никто никогда и я не хочу потому что я чувствую что вот я предам этого человека и да там нужно разные могут быть убеждения закрываете дверь своему собственному счастью что либо там допустим убеждение о том что счастье может быть только 1 она не может быть постоянно вот мне посчастливилось прошла моего прожить вот будущем я больше никогда этого не проживу она не будет таким да таким не будет потому что ничто не похоже ни на что до каждое уникально само по себе но это не говорит о том что она будет хуже она может быть и лучше то есть вот здесь вы как-то не можете принять то что вам может прийти это счастье к вам может прийти это удача на ведь его девятка жезлов краски говорит о том что я не могу двигаться дальше у меня нет сил потому что я все-таки оглядываюсь на это прошлое что вот в том прошлом что-то было более счастливым что именно семерка педагли но я там больше вкладывалась больше было ресурсов возможно это какой-то человек да возможно тогда я была более активной либо был более активно тогда было больше сил было больше энергии была молодость а молодость прошла теперь я не могу быть счастлива здесь у каждого будут свои убеждения но принцип здесь заключается потому что вот это вот прошлое она имеет влияние над вами давлеет и не дает вам ощутить себя счастливым а какое ваше отношение к богатству император аркан звезды рыцарь педагли ну хорошего богатство хорошее такое отношение да причем ваше богатство она каким-то образом имеет отношение к делу дали бы как люди любят говорить предназначению я люблю это назвать призванием дали бы задачей то есть вот здесь есть если опять-таки считать это как некое такое ограничение то они в позитивном ключе то можно будет сказать что есть убеждение о том что деньги должны приходить только вот от любимого дела до от своего призвания то вот когда я нахожусь на своем пути когда я занимаюсь тем что я люблю что вот мне предначертано да вот только тогда я смогу разбогатеть а пока я не занимаюсь этим я не буду богатым ну то есть вот как ограничение такое может быть на убеждение поставлено а так в принципе ваше отношение богатство но вот немножко смущает здесь звезда в контексте расстояния что вот вам кажется что да где-то деньги можете себе допустим говорить о том что вот когда-то в один прекрасный день я разбогатея но не сейчас потому что звезда все-таки есть некий такой путь есть расстояние некая такая дистанции король пендакли нам указывает как раз кина движение медленное движение в этом направлении но как минимум цель у императора на то чтобы вот расширить свое и укрепить да вот свою империю то в чем я нахожусь то чем я занимаюсь сейчас есть просто здесь может быть а еще как негатив это то что вот как то вы отдаляете реализацию вот денег то есть вы верите в то что да вы можете заработать там я не знаю либо стать богатым человеком но при этом собака это вот будет как будто бы дот не сейчас да то есть к этому нужно идти либо на это нужно время и здесь вот ограничение она будет как раз таки во времени и в пространстве что это вот не здесь и сейчас где-то когда-то туда подальше в будущее попозже чуть-чуть вот только по времени условно говоря может быть ограничение то счастьем может быть какие-то трудности сложности в принципе с богатством ну здесь здесь все хорошо вот что здесь говорит звезда о чем здесь говорит звезда а то что нужно нужно что-то изменить нужны но те говорю здесь по поводу призвания да по поводу предназначения что это должно быть легко в удовольствие и именно вот какая-то идея до амбиция желание достичь что-то то есть если мы не достигаем легко да то вот я не иду по своему пути а если я не иду по своему пути значит там и нету денег то есть вот это вот вот такое может быть ограничение а почему у вас же важно вот эти именно по своему призванию это просто какая-то детская мечта здесь детская мечта ну вы давно этого хотели давно этого хотели здесь у кого-то из детства есть мысль о том что вот мне надо этим заниматься вот это вот мое призвание и вам кажется что здесь знаете как помимо детской мечты есть детскость детская какая-то позиция которая говорит о том что вот если я буду заниматься своим делом до своим призванием тогда у меня будет помощь свыше то есть весь здесь как будто бы упиваете на какую-то поддержку высших сил то есть тогда все будет складываться не потому что я буду прикладывать к этому усилия а потому что будет помощь свыше немножко такой детский подход когда не полностью беру ответственность на себя все равно как-то полагаешь на какую-то фортуна что будет удача вот и возможно это тоже в некоторой такой степени может отодвигать ваши финансы в любом случае финансовое положение да по этой позиции она намного лучше нежели касательно счастья ситуация по поводу счастья так это была вторая позиция и третье зелененький камешек смотрим троечек троечки в настоящее время что сейчас блокирует ваша восприимчивость к счастью что сейчас блокирует а ничего не блокирует значит только до ключа да нету блока я не вижу чтобы был какой-то блок на данный момент касательно счастья потому что здесь единственный блок может быть какая-то стабильность там но вот на данный момент она вас удовлетворяет здесь велика вероятность того что вот сейчас вы уже проживаете какой-то так какие-то такие моменты когда вы ощущаете себя действительно счастливым человеком только здесь это какое-то счастье знаете как конечно у каждого она свое но вот ваше счастье она она как будто бы как-то какой имеет какое-то отношение материи не знаю допустим купил какой-то участок вот этого счастья то есть то что от цифрова то что можно как-то пощупать я не знаю переехал в новый дом вот это вот счастье то есть здесь счастье не привязана к какому-то состоянию того что я жив я благодарен за то что со мной происходит не здесь какие-то вот конкретные моменты которые можно она осязаемые которые можно пощупать вот они делают вас счастливым там есть на подарок который вам подарили на день рождения вот этого делает вас счастливым тем более если это подарок который вы хотели который вы просили до либо здесь не не про романтику здесь про конкретные какие-то вещи здесь такое еще выражение я слышу о том что любовь любовью а кушать хочется да я могу быть счастливым но если у меня нету денег в кармане которые могут на которые я могу получить все то что я хочу но я не буду чувствовать себя счастливым достаточно прагматичное просто отношение к счастью который тоже имеет место быть да то есть не осуждаем никогда ну по крайней мере здесь субъективно не смотрим окей для кого-то это тоже имеет место быть и это классно это здорово то есть такое такое мировосприятие у человека поэтому здесь нету блокировки к счастью могу сказать что вы даже являетесь на данном этапе достаточно счастливым человеком теперь посмотрим касательно вашей любимой материальной сферы что в настоящее время может блокировать ваша восприимчивость богатство то есть заметить это богатство что может блокировать вот здесь вот с любовью хорошо с денежками хитрости пошли видите хитрость хитрость вторичная выгода по тройке мечей по пажу жеслов что может блокировать у меня такое ощущение какой-то вот просто неуверенность неуверенность которая вас останавливает от того что вы пошли взяли свои деньги что здесь о чем говорит тройка мечей их как будто бы такое чувство в контексте убеждений до что если вдруг вы пониже можно если вы вдруг по какой-то причине получите большую сумму денег вы как будто бы боитесь утраты что колесо фортуны завернется в другую сторону то есть пока я иду допустим на пути к достижению своих каких-то финансовых желаний вот пока я нахожусь в процессе это все окей стоит не только прийти к цели получить результат да то есть и деньги то богатство хочу здесь сразу как будто бы включается страх что я могу это утратить что я не смогу это удержать что я этого лишусь то здесь какой-то прошлый опыт какие-то воспоминания из прошлого о потере утрате они блокируют вот здесь блокируют деньги а в чем вторичная выгода не получить деньги не получить чем вторичная выгода ну таким образом и как будто бы себе объясняете почему вы не в ресурсе почему вы не двигаетесь здесь есть страх здесь точно есть страх получить деньги и из-за этого страха вы бездействуете вы придумываете себе какие-то ограничения вот я делаю делаю я не получаю результаты я все время сталкиваюсь с какими-то рамками да то есть то что меня останавливает то что меня связывает по рукам по ногам но здесь страх страх я уже писал о том что вы можете утратить можете ли вы иметь богатство да да тускунка говорит о том что да видите источник вы можете прямо напрямую от источника получать это богатство через любовь через любовь через наполненность через высокие вибрации если перестанете хитрить сами себя обманывать что будете делать если получите богатство а вы не знаете понимаете помимо того что здесь страх есть что я могу это утратить то есть деньги как приходит так и уходит здесь еще нет понимания а для чего вам нужны деньги я не имею ввиду знаете вот какие-то там покрытие бытовых моментов либо там долги какие-то я имею ввиду о больших суммах до больших заработков здесь как будто бы человек не не понимает зачем они ему нужны то есть большие деньги это это вот это зависшее какое-то состояние я буду ощущать себя все равно вы будете себя ощущать в ограничениях почему потому что вот она верховная жрица потому что у вас нету понимания зачем вам нужны деньги зачем вам нужно богатство вот а зачем вам нужно богатство давайте спросим зачем вам нужно богатство король пиндакры только для того чтобы жить комфортно для того чтобы жить удобно роскошно чтобы правильно допустим питаться может всегда были деньги на еду до на ту которую вы хотели они чтобы экономили чтобы два у вас был такой достаток но здесь смотрите король пиндакли он не говорит а здесь как это объяснить достаточно элементарные потребности сон еда одежда то есть нету каких-то больших запросов то есть потолок протязания здесь у вас низкий поэтому вы не совсем понимаете здесь мысли знали мысли хаотичные то я могу и луна на дне да нету ясности вы можете один день говорить да мне нужны деньги я бы купил себе вот это вот это а потом когда вы представите что у вас то есть и сколько времени энергии потрат потребуется на то чтобы обеспечивать там я не знаю дом чтобы доме было все чисто если это огромный там двухэтажный трехэтажный дом если машина то сколько ее нужно заправлять чтобы она была чистая там там сервис сколько это будет все стоит то есть и вы когда начинаете задумываться о таких вещах вы понимаете что это лишний геморрой вам и так все хорошо вас и так все в принципе устраивает поэтому здесь проблема просто в непонимании а для чего вам нужно богатство деньги да и чего нужны деньги да у вас есть потребности вы хотите и закрыть но если давайте посмотрим если вы закроете все свои потребности там долги ипотеку у кого есть да вот ну представьте что вот вы все сделали всем выплатили никому ничего не должны и есть определенный заработок у вас на постоянной основе до который позволяет вам там не знаю хотите куда-то съездить в отпуск до купить там не знаю продукты какие-то дорогие либо одежду но все это в нормах да то есть без излишек каких-то вот нужны вам тогда нужно будет вам тогда богатство нет вот видите семерка женства говорит о том что вы будете потом закрываться закрываться уход вы уходите ну вам они не нужны то есть я могу здесь предположить что богатством как таковое здесь не нужно то есть счастьем у вас все хорошо а богатство вам нужно лишь для того чтобы покрыть какие-то свои закрыть дыры хочется сказать и жить немножко комфортно потому что здесь человек немножко ленивые в контексте аккумулирование финансовой энергии вот так скажу если не тот человек который который есть деньги он учится их приумножать там вкладывать во что-то инвестировать покупать какие-то акции там где-то что-то продавать договариваться вкладываться покупать недвижимость продавать сдавать ну то есть вы не это не не совсем ваши деньги вы любите да но не не саму энергию вот эту движуху дан денежная а то что на что можно обменять эти деньги то есть на удовольствие на хорошую еду на хороший отпуск на хороший отдых на комфорт в доме до полных владельник достаток такой вот и и все может быть сходить куда-нибудь там на массаж расслабиться там на тело как-то вот и и все в принципе больше потребностей каких-то не то есть у вас нет вот это вот жилки знаете богатых людей да вот бизнесменов когда не сами деньги нужны а вот процесс риска процесса там купить какие-то акции продать обменять купить недвижимость еще одну недвижимость во время продать там марина то есть у вас нету этой жилки то есть сказать барыги не знаю почему но это слишком мелко да то есть если знаю почему вот это вот пришло такое знаете союзный просто вспомнилась своем детстве я помню еще да когда были вот эти вот тетки с огромными сумками куда-то там я ездили не знаю в турции закупились потом пришли здесь где-то продали что-то меняли тогда их называли спекулянтами да и тогда их помню гнали да то есть где они как-то лево все продавали перед базарами либо на рынках да и тогда их называли спекулянтами сейчас он называется бизнесменами ну вот воспоминания такое все на этом все хочу поблагодарить вас за внимание напоминая про пятницы по пятничные блицы в разделе сообщества также хочу сказать прошлый раз не успела сказать что расклад по переезд про переезд он вопросы к этому раскладу есть у меня в дневнике раскладов то есть если вы перейдете по ссылке ниже мои услуги вы увидите пролистаете вниз документы вы увидите что есть дневник расклада в этом дневнике раскладов по-моему уже там 32 страницы формате до документа да там очень много раскладов которые я делала на своих каналах то есть готовый расклад готовая тема и с готовыми вопросами на то есть вот для практиков либо для любителей взял и не надо ничего думать уже все готово только выкладывай карты и интерпретируй то есть кто хочет приобрести дневник раскладов тоже пишите мне по контактам в том же документе и приобретете его неограниченное времен скажет так это на постоянно если так можно назвать вот тут расклад про переезд он тоже там есть то есть это не то что дневник раскладов который один раз создала и на этом все нет дневником постоянно пополняется по мере того как я создаю новые расклады то есть когда есть новые расклады вот как на на одну позицию в нем есть вопросы я его туда сразу вношу и у вас будет постоянно вот это вот обновление и когда я внесла у вас тоже будет вноситься ваша вашу копию если кому интересно можете приобрести но и посмотреть также по той же самой ссылке мои услуги что можно у меня приобрести например спонсорские расклады в записи которые я когда-то записывала темы там есть за 400 рублей каждый спонсорский расклад можете приобрести послушать это не то что я для вас делаю этот расклад на эту тему а это готовый в записи расклад вы его можете приобрести просто проясняя потому что был такой момент когда человек не совсем понял и подумал что вот я могу сделать для него такой рассказ но если вы хотите чтобы я сделал для вас аналогичный расклад на тему то которая была это примет для спонсорских раскладов можете прийти на индивидуальную консультацию также провожу индивидуальной консультации тоже в документе написано выбираете формат 30 минут либо часовой расклад все прописано под пунктом что нужно сделать как оплачивать вот сколько длится в каком формате какие вопросы все 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 описано нужно просто под видео нажать на ссылку мои услуги там все там все есть на в том числе и курсы по обучению 2 и прекрасный курс древо жизни который я очень часто делаю отсылки так на этом все по теперь прощаюсь всем пока пока отличных выходных